Омар Ромай и компания Сильвио Берлускони представляют Грессию Кольменарес Освальдо Лапорта и Херардо Романо в телесериале «Девушка по имени Судьба» а также Луису Кулиок авторы сценария Гильермо Глаук, Хуан Марин и Марии Виктория Менис в главных ролях Вивиана Саконе, Норберто Диас, Роберто Ибаниес Хуан Виталий, Сесилия Мореско Alfredo Iglesias, Noemi Morelli и другие В фильме также снималась Верхиния Лагу Художник-постановщик Рубен Греко Музыка Сергея Вильяра и Марсела Альвареса овсловно Тварь, Ри, Гребен Голос... Лук Bоран Тварь, Ра виновата Режиссер Форхе Монтеро 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 Я не прошу пощады, и требую справедливости к моему народу и ко мне, и прощения. Пусть боги простят приговоривших меня к смерти. Я только хотел спасти людям жизнь. Господи, благослови кольца, которыми они обмениваются в знак любви и верности. Господи милосердный, благослови союз, который свершается в этой церкви. Объявляю вас мужем и женой. Аминь. Можешь поцеловать жену. Ты уверена, что это необходимо? Да, Розаура. Я хочу, чтобы и они разделили мое счастье. Но это очень опасно, детка. В лагере меня знают. И, что еще важнее, я их хорошо знаю. Ладно, как хочешь. Я попросила знакомых пастухов проводить нас. Браулю останется здесь с Хуанситой Августа. Я беспокоюсь о Рамоне. Он хотел меня повидать. Надеюсь, он сможет нас простить. Давайте не будем терять времени. Мне что-то говорит, что народ Катриэля ждет нас. Девушки отдыхают... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, боги! Пусть ваша воля движет моей рукой на благо народа! Пусть смерть очистит отступника от его вины и успокоит праведный гнев наших предков, дабы никогда больше не нарушалось почитание священных законов. О, боги! Я слушаю вашу волю и преклоняюсь перед вами, чтобы приготовиться к очищению этого человека от его прошлого. Смерть Катриэлю! Смерть предателю! Смерть предателю! Нет! Да не допустят боги этой несправедливости! Катриэль! Катриэль! Нет! Нет! Катриэль! Нет! Стой! Стой! Почему мы остановились? Из предосторожности. У кого-нибудь есть белый платок? У меня, синьора. Привяжи его к ножу и подними повыше, как если бы это был флаг. Как пригожите? Мы пришли с миром. Я не хочу, чтобы подумали иначе. Катриэль! Катриэль! Вы делаете ошибку. Вождь нашего народа вынес несправедливый приговор. Боги никогда не ошибаются. Боги не люди. Белый человек сказал правду. Твои слова опасны. Может, и опасны, но справедливы. Потому что Лилен выздоровела. И дочь Айшен тоже. Я дала им лекарство белого человека. Как ты посмела меня ослушаться? Да, я виновата. И готова умереть с Катриэлем за то, что нарушила священные законы. Но это правда. И весь наш народ должен ее знать. Лекарство белого человека помогло. Помогло. А теперь делайте с нами все, что хотите. Сейчас мы вступим на землю Катриэля. Знаете, я так волнуюсь. Не только потому, что я хочу показать дочку богам Катриэля, но потому что мой долг сделать так, чтобы самые близкие друзья Катриэля, увидевшие его смерть, знали, что его род не кончился, и отныне он живет в дочери. По твоим словам, вижу, ты раскаялась и готова умереть. Да, я готова. Умру. Да будет так. Ты осмелилась нарушить законы наших отцов. Принесите цветок Анандея. Боги явили нам свою волю, и мне лишь остается исполнить приговор на благо нашего народа. Нет. Нет. Красный. Катриэль. Катриэль. Любимый мой, ты спасен. Любимый мой. Господи благословенный Пожалуйста, выслушай мою молитву В этом доме пролилось слишком много слез Сделай так, чтобы отныне здесь царила любовь и понимание И позволь мне, старухе, хотя бы один раз Единственный раз в жизни Быть по-настоящему полезной молодым Таким влюбленным и счастливым Наконец-то, Паула Мы дома По традиции, молодая жена должна переступить порог вместе с мужем? Минуточку, детки Что-то не так, мама? Нет Что ты? Я только хотела пожелать вам обрести здесь счастье, которого вы так долго ждали Мы все для этого сделаем, Мария Это ваш долг Будьте счастливы Хотя бы ради тех, кому не удалось этого дождаться А теперь, дамы Позвольте мне почтить традицию Традиции Ради них они тебя чуть не убили Они чуть не убили мою жену и ребенка Это меня тревожит больше Священные законы всегда управляли нашим народом На сей раз они меня разочаровали, приятель Он прав, Инди Лекарство мне помогло Никто не поверил моим словам Индиец должен верить богам, они не виноваты Нет, конечно Я чту традиции Но, боюсь, здесь больше нет места для нас двоих Уверена, она будет очень счастлива Я тоже уверен Дай бог, чтобы ты была счастлива В доме, где ты выросла Сокровище мое Спасибо Можно? Позаботьтесь о моей девочке Отныне этот дом принадлежит тебе Он твой навсегда, моя дорогая Как это и должно было быть Спасибо, Камила Ты слишком добра ко мне Дочка Поцелуй меня еще Сокровище мое Дай-ка мне еще раз от всего сердца пожелать тебе счастья А вот эта детка Примет, Милагрос Она передает тебе огромный привет Мой воробушек устал Я знаю, ты не привыкла путешествовать Но тебе понравится Милагрос Милагрос Да? Что случилось? Посмотри Внизу Что же могло произойти? Нужно сохранять спокойствие Что-то случилось? Добрый день, дамы Здравствуйте Поворачивайте назад Дальше ехать нельзя Что вы говорите? Дай ее мне, только не надо плакать Будь умница, слышишь, ангелочек Дальше ехать нельзя? Извините, нельзя Но нам надо попасть в лагерь Мы ведь уже на земле индейцев Именно поэтому вам лучше повернуть Это смертельно опасно Так значит, ты решил покинуть свой народ? Именно так, Интия Другого выхода нет Похоже, дружище, история повторяется Прешедшее вынуждает меня уйти Лекарство спасло Лилен Но мои братья не верят мне И я не хочу, чтобы при первой же беде Эпидемии, голоде Буре, болезни И гнев вновь обратился на меня И на тех, кто рядом со мной Да А ты, Лилен Ты уйдешь с ним? Я сделаю так, как решит муж Пойду, куда он захочет Это мой долг Да, это верно Знаешь Я не хочу, чтобы мой сын рос не веря мне Лучше будет, если мы уйдем Сеньора, это безумие Немедленно уезжайте Что там могло произойти? Неужели это эпидемия чумы? Да, сеньора На этот несчастный народ обрушилась чума К селению подходить запрещено Немедленно уезжайте Если хотите остаться в живых Тем более, с вами маленький ребенок Нет Эти люди из племени моего мужа Мы не можем бросить их на произвол судьбы Нельзя допустить, чтобы они умерли Надо что-то сделать, помочь им Я их не покину Вы, видно, хотите больших неприятностей Уже здесь находиться опасно Послушайте, поворачивайте назад И уезжайте немедленно Если не хотите заразиться сами Подумайте о ребенке Лен Лен Я знаю, что делаю тебе очень больно Ведь я обещал тебе, что мы не уйдем из племени Не говори об этом Слова не нужны Я хочу, чтобы ты знала, почему мы уходим Я делаю это для тебя И для нашего сына Я понимаю это, Катрииско Не беспокойся Не беспокойся обо мне Пойдем, куда ты захочешь Сокровище мое В округе чума? Да Дальше ехать нельзя Надо поворачивать Поехали Я буду молить Бога, чтобы он спас друзей Катриэля Неправда, я не болтаю Моя критика справедлива Ты заставляешь меня краснить По вашему лицу, сеньора Маргарита, видно, что вы очень довольны Конечно Но и мы тоже Еще бы Наконец-то я спокойна Слишком давно в этом доме не устраивали таких праздников Все только и делали, что грустили Тогда позвольте дать вам совет Присоединяйтесь к нам и скажите хороший тост Марьяна Возьми Они необыкновенные Они с Кубой и сделаны специально для молодых Раз уж ты даешь, я принимаю Хотя я отлично помню, кто любил их покуривать От меня эти сигары всегда будут в руках добрых людей Вот я и в твоем кабинете, проклятый Гонсало Линч Хочу осквернить твое царство Хочу выпить за твою смерть Ну? Что ты думаешь о наглой и уже ни к чему не годной Старой негритянке? Как раз то, что ты сказала Я здесь перед тобой, наглая черномазая Зринь, нечистая сила Я мечтаю всем отомстить Слышишь? Что ты на это скажешь? О боже, я схожу с ума Вы же умерли Ну... Нет Не будь в этом так уверена Гонсало Линч Вовсе не умер Он не мог умереть Он не оставит этот мир, пока жив хотя бы один из его врагов Да, это так Росаура подсказала мне одну мысль Помнишь тех бедных ребятишек, что сидят на паперте? Они ведь тоже имеют право учиться Ну не красавицы, посмотри на них Камилла и Луси, подруги Посмотри, Энрике, разве они не похожи на сестер? Точно Похожи, как сестры Как мы с Викторией Почти сестры Я так счастлива, Энрике Жаль только, что Милагрос не может сегодня приехать к нам на этот праздник Как только чума пройдет, ты сможешь сдержать свое обещание Это вопрос нескольких недель Что с тобой, детка? Крова кружится Господи Боже, Росаура, мне плохо Вернемся как можно скорее Пошли! Хотелось бы мне знать, как встретили Милагрос с друзья Катриэля Хорошо Уверен, они были очень радушны Но, по-моему, на сей раз она ошиблась Что ты имеешь в виду? Это настоящее безумие Она не должна была к ним ехать Индейцы напомнят ей о прошлом А прошлое лучше не вспоминать Ты говоришь так Будто тебе в твоей жизни не о чем вспомнить К сожалению, это именно так Именно так А я вот наоборот Живу одними воспоминаниями Значит, ты счастливый человек Когда я думаю О своих ошибках, мне становится очень горько От того, как я прожил жизнь Ты говоришь О сеньорите Лусии В том числе Тогда Почему же ты не пошел на свадьбу? По крайней мере, ты мог бы ее поздравить Нет, Браулю Это было бы слишком тяжело для всех Для меня Для нее Лучший подарок Мое отсутствие Лусия Любовь моя О чем ты думаешь? Извини, пожалуйста Знаешь, у меня столько связано с этим домом Но скоро грусть пройдет Я позабочусь об этом Я на минутку поговорю с Камилой Конечно Ну как? Как ты себя чувствуешь в браке? Если можно, я отвечу через несколько дней Мужчины, вы все так прозаичны Я романтик и идеалист А теперь, Камила, я хочу предложить то, от чего ты не откажешься Прошу прощения Мне не верится Мы потеряли лучшую подругу Ну что ты такое говоришь, дорогая? Ты говоришь так, как если бы я умерла Мы все говорим одинаково, а когда появляется муж Надеюсь, Паула не будет эгоистом, как другие мужчины И ты останешься нашей подругой Паула человек современных взглядов И я уверена, что он не разлучит меня с вами Я буду счастлив, если ты согласишься у меня работать В газете, в которой я руковожу Я не верю, ты шутишь? Наоборот, совершенно серьезно У меня есть один отдел Где дела идут, не важно И я думаю, необходим редактор Теперь ты сможешь подписываться Своим именем и своей фамилией Я не могу поверить Не могу поверить Почему, графиня, у вас такие прекрасные и волнующие глаза Я теряюсь в вашем чуующем взгляде И для меня вы становитесь еще стройнее Ваши слова поднимают меня, как на крыльях Я мечтаю парить в небе, подобно стрекозе, которое вас раздавит Извините Только что пришло это письмо Передай артистам Почему именно я? Отдашь его им сразу же по окончании Мне надо задержать клиента Как, уже уходим? И что вы скажете, госпожа? Хорошо, смешной номер Как я рада Спасибо, сеньор, вы очень добры, спасибо Господин, ценитель искусства, и он остался очень доволен Как же вы добры, какой любезный, сеньор Мы не знаем, как отблагодарить вас Пойдем, переоденемся С вашего разрешения Одну минутку Тебе что-то дала Фермина? Что? Письмо Ах, да, письмо Вам пришло письмо, вам обоим Нам? Его только что принесли Ну же, Хуана, посмотри от кого От Хуансита От Хуансита Отправил письмо? Я уже тысячу раз сказал да Я отправил два дня назад и думаю Они его уже получили Ну и как они рады? Еще бы Теперь, однако, уже очень поздно А потому бегом спать Ясно? Ну, дядя, пожалуйста, разреши мне подождать Мелагрос Послушай, Хуансита Они могут задержаться И потом команду здесь я Помогите, скорее Красаура Скорее, приготовьте постель Мелагрос, стало плохо Мелагрос Мелагрос Мелагрос, госпожа Что случилось, мама? Мелагрос, стало плохо, сынок Росаура Унесите отсюда девочку Прошу вас, унесите Это может быть заразно Что она говорит? Не стоит беспокоиться, Августа На всякий случай Я унесу асуньсион Мелагрос Извини, но я что-то Ничего не понял Почему ты решила Что это эпидемия чумы? Потому что умерло очень много народу По дороге туда Доктор предупредил нас Ну тогда Вам нечего бояться Но я подходила К мертвому индейцу О, Боже Нет Мама Я здесь, сынок Почему вы были так неосторожны? Почему? Он лежал у самой дороги, Августа К сожалению, другого пути не было Что же теперь делать? Надо как можно скорее Унести отсюда асуньсион Я пойду за доктором А ты пока Позаботься о Мелагрос, сынок Помоги нам, Господь Мы уйдем далеко? Нет Я не хочу все бросать Клянусь Я слишком люблю эту землю Чтобы потерять ее навсегда Мы пойдем к горе? Знаешь Много лет назад Моя мать Айлен Построила домик Чтобы жить в нем Со своим мужем Может там Обретем мир и мы? Возможно Там мы и начнем все сначала Я всегда так поступал Ты и я И наш сын И наш сын Нет, Господи Ты не можешь это сделать Не забирай мою малышку Господи Жалься Не забирай ее Возьми меня Но спаси мою девочку Не отбирай ее Умоляю Не оставляй меня опять одну Не разбивай мое сердце Оно и так ранено Господи Умоляю Позвольте еще раз поблагодарить вас, сеньора Спокойной ночи Спокойной ночи, доктор Спасибо Благодарю, что пришли Ну что скажете, устали? Устали Но счастливы Да Вечер был замечательный Но завтра нам рано вставать А тогда вам лучше пойти отдохнуть Я распорядился приготовить комнаты для гостей и близких Совсем как раньше Лусия Доченька Скажи, что ты чувствовала, когда выходила замуж? Огромное счастье, мама Теперь я, Лусия Ла Сабль, инсандовал Неплохо звучит Я тоже так думаю Но та новость, которую ты еще не сообщила, не хуже Не хочешь рассказать? А может лучше завтра? Нет, Камила, расскажи Ну же, говори Что еще за секреты? Это прекрасная новость Паула предложил мне место редактора в своей газете Замечательно Но, к сожалению, это невозможно Да ты что? Ты же знаешь, я всегда об этом мечтала Ты забыла, что мы здесь больше не живем? Не пересекать же каждый день всю провинцию Марьяна Мы можем переехать в дом Асунсьон Кстати, там будет больше места для нашей школы Разве ты забыла о нашей идее, о том, что мы хотели сделать? Камила, любимая Сейчас не время и не место спорить Мы поговорим Подумайте хорошенько Это неплохая идея И что бы вы ни решили Лучше бы, если бы в этом доме вы пожили Хотя бы несколько дней Тем более, раз уж вы хотите его продать, Марьяна А почему бы и нет? Мы с Камилой решим это позже А теперь извините меня Вы позволите? Когда из дома уходят Огонь не может больше гореть Ты прав, Инти Несмотря на все, что произошло Я сделаю, как ты сказал И попрощаюсь за тебя с племенем Спасибо, что смог понять меня Ну вот и все Ты ведь уже решил, Катриэль? Решил за себя За сына, который должен скоро родиться И еще ты решил за свою жену Но я хочу тебе напомнить Что она по-прежнему моя сестра И я не хочу, чтобы она узнала лишение Поэтому я и ухожу Чтобы защитить ее Только боги способны на это А потому, Катриэль, надо просить богов Чтобы они нас не оставили Они не оставят нас, брат мой Все будет хорошо Асунсион Малышка моя Асунсион Асунсион Вот она Я принесла ее, чтобы ты с ней попрощалась Нет, Рассаура Унесите ее Пожалуйста, скорее унесите Унесите подальше Привет, Рассаура Асунсион Асунсион Да Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проснись... Проснись, лентяй... Просыпайся, слышишь? Просыпайся... Что о нас подумают? А как ты думаешь? Только то, что мы поженились, любимая. Продолжение следует... И что для молодых, как мы с тобой, нет места лучше, чем постель. Паула! Ты нахал. Да, но влюбленный. Тогда я тебя прощаю. У нас вся жизнь впереди. Наша жизнь начинается сейчас. Мы будем всегда вместе. И знаешь что? Чем ближе мы будем, тем лучше. Успокойся, любовь моя. Ты поправишься. Ты поправишься, вот увидишь. Придешь в себя. Моя любовь поможет тебе. Я уверен. Добрый день. Добрый день, Луси. Ты как раз к чаю. Как спалось? Очень хорошо. Так хорошо, что мой муж не хотел отпускать меня. Прекрасно, когда так получается. Почему вы так говорите? Может, вы боитесь, что так не может долго продолжаться? Увы, не знаю, что ей сказать. Может, длиться вечно. А может и не. Замужество не всегда бывает безоблачным. Я знаю, мама. Я не забуду того, что некогда произошло в этом доме. Между вами, мамочкой и папой. Мое замужество стало результатом серьезной ошибки и редкого невезения. Это неудачный пример. Но теперь не надо думать о прошлом. Ты слишком счастлива. Не вспоминай сейчас о дурном. Да, конечно. Пойду к Камиле. Она вышла с Энрике. Этот дом такой большой и красивый. Да. Вам здесь будет хорошо? Да. Я тоже так думаю. Но так не хочется спорить с Марьяно. Так вы еще не договорились? Да. Отчасти я его понимаю. Мне тоже нравится место, которое мы с ним выбрали. Нравится покой этого провинциального городка, жителей, гостеприимства. Но уверена, мое будущее здесь, папа. Это очень сложный вопрос, дочка. Да. Я знаю это. Но я чувствую, что только здесь смогу сделать, что хочу. В этом городе. Смогу работать, подписать и, конечно же, зарабатывать деньги. Мне не нужны твои деньги, Камила. Я не хочу, чтобы меня содержала жена. Марьяно. Женщина тоже должна уметь зарабатывать. Ну, и что же еще? Читай. Вот это да. Вы только и делаете, что перечитываете. Это должно быть очень приятное известие. Лучше не бывает, госпожа. Да, да. Наконец-то и нашим друзьям улыбнулось счастье. Это точно. Вот радость, так радость. Тогда я, пожалуй, выйду в сад. Хочешь, пойдем вместе? Нет, спасибо. Я хочу побыть одна. Лучия, что случилось? Куда исчезла твоя милая улыбка, доченька? Нет, нет, все хорошо. Детка, запомни, что есть два человека, которых ты не можешь обмануть. Маргариту, которая родила тебя на свет. И меня, сокровище мое. Я знаю, тебя что-то расстроило, ведь так? Все дело в Августа. Мама, Августа остался в далеком прошлом. Асуньфион, доченька, боже, не отбирай ее. Сделай так, чтобы с ней ничего не случилось. Умоляю. Асуньфион!